Субтитры делал DimaTorzok Снять трубку Джо звонит Да, Джо Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются Эдди подкинул работенку за хорошие бабки Правда? Правда, я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи В машине все расскажу Хорошо, давай Это же не одна из твоих блестящих идей Эй, я не в духе Прости, я не хотел на тебя наезжать Ну ладно, ладно, так ты в деле Да, конечно Чему бы и нет Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом Из оружейной лавки? Хорошо, давай к заднему входу До встречи У Джо, с Джо у вашей квартиры Я никаких журналов со вчерашнего вечера не завез Ведь я-то умею Я-то могу Я-то практикую Дайте мне снова мой вседневный костюм сплощен Других цветов у меня нету Надо заехать купить, слушайте, реально Заедем, купим себе костюмчиков самых разных, интересных Джо, подожди меня Нет времени, нас работа ждет Как это нет времени? Ты что? А костюм? Нет времени, нас работа ждет Вита, ну В тебе нет ни капли азарта и покрещений Ну, что, Джо? Я отправлять персонажами вам Нифига себе, у нас тачанка Эдди нам дал ее под эту работу Плевая, а? Садись за руль У меня до сих пор башка гудит Едем в Гринфилд Что, я вчера нажрался? Чай, что ли? Я тоже заснуть не мог Но бутылочка скотча и без проблем Поэтому я за рулем Понял А как ты машина сюда привел, ка? Ты же за рулем был, пьяный Поехали в Гринфилд Ладно, постараемся ее... Аккуратно Теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Мы просто туда доедем, шлепнем одного и укинем Раз, ты не знаешь Почему? Эдди сказал, это услуга семье из другого города Законченные дельца Мстите, ребята Сказал, что все должно быть сделано чисто и непременно сегодня Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали и вот только-только нашли И боятся, что если не поспешить, он опять смоется Вот его фотография Показали бы Вроде как сдал свою семью федералам УКРИСА Это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? То все весело Если и так, там платят по несколько штук, так что дело того стоит А то как скажешь Послушай, нам же деньги сейчас, позарить, нужны верно? так что выполнить заказ потом разделимся и поищем что-то еще ладно сказано надо еще что-то сказать а потом валить я понял ладно нас там не было последний китаец которого мы видели но тут присяжные еще совещаются главное не проболтайся вот и все я то не проболтаюсь за свой язык держись вообще под такую тачку мне нужно было другую одежду взять что-нибудь такое летнее веселое покойное что что ты мне говоришь ты меня не учи водить автомобиль я его водил тогда когда тебя еще в планах не было когда твои родители в планах не присутствовали джо так что давай закрывать свою варежку и мы едем у нас вообще великолепная погода не идеальная конечно я предпочитаю более солнечную меньше облаков но тоже хорошо почему нас развернуло то есть если какое-то время смотреть так все разворачивает ладно вообще ништяк а давайте знаете как сделаем ах ништяк классную машинку нам подогнали а согласен джо это вы что про меня там заряжаете не я про себя такое не потерплю не надо дайте мне пожалуйста какое-нибудь другое радио а уши вянуть от ваших изговоров зачем столько поворотов по городу мы ведь прекрасно можем обойтись и без них я нет наверно что-нибудь типа а столовисты бэйби ну знакомое лицо джордж ты ли это мистер анжело да мистер сальери передает вам привет а потом внезапно выясняется что мы пришли не того это было бы весело контрольный в голову вы сделали ребята без контрольного в голову еще что у нас сейчас будет очень весело и очень жарко правда эти славица тем что любит опускать подобные мелочи он не знал мы просто аккуратно развернулись если что ребята нас запалили а куда нам нужно валить ладно едем по жесткому я думал спрятаться спрятаться не получилось нам нужно выехать на какой-нибудь более интересную дорогу так давайте мы выйдем давайте мы поедем вот сюда введи меня маркер да введи меня да да вот ладно джо в кингстон ведем а машина дошатает может на другую машину мы сядем а джо это позволит решить сразу ряд проблем это позволит решить сразу ряд проблем прямо под носом у полиции видали как я их телепортировал отсюда мне когда закончишь ладно до встречи так приезжайте к берегу и проверьте нет ли у него работы пылась нахрен ты мне не подкинешь работки а а нет это не дырок извини что ты такой дерзкий да гнид гнид фу гнид тебе тут в земле а а музыка вообще ништяк мне нравится как 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 вы меня так пропалили вы что дикие что ли вап почти красиво почти сейчас развернемся и поедем вперед отлично они меня сзади просто подтолкнут если что дырок член семьи кто же знал на самом деле кто же знал что он член семьи о каком семье я забыл это комикадзе это комикадзе это комикадзе там натуральные комикадзе так 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 магазин одежды магазин одежды покупаем извините извините я не хотел я хотел открыть посмотрите сортимент у меня у меня их есть да я еще особенное вот что-нибудь вот прям для меня найдете это в розыске давайте посмотрим вот это ну давайте посмотрим знаете для вита это идет очень хорошо хоть мне и гораздо больше нравится у вас уже надета одежда в розыске ну жаль жаль но я предпочитаю черную одежду что интересно если я куплю несколько я смогу прямо здесь переодеться бесплатно или мне надо будет каждый раз заново покупать давайте посмотрим нет купить мне не нравится такой вариант зато и не в розыске смотрите-ка я задешево разобрался со всеми проблемами которые могут быть так 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 ай извиняюсь оп оп есть ну что поехали мы честные законопослушные граждане шесть но подождите ребят мне вот знаете что интересно нам на нас дает ориентировку шесть футов темные волосы про одежду ни слова но почему то когда мы меняем одежду у нас редко падает уровень розыска то есть то есть о нас забывают если еще и машину сменить это будет вообще топ а на следующий день все забывают забывают о том что ты совершил преступление перебил там половину полицейских полицейского департамента в городе в Empire Bay и бывает о том что вот эта одежда в ней ходит только мафия ну на самом деле не только мафия но и ну просто я хочу сказать то что в народном сознании не того времени нынешнего очень сильно закрепилась за мафией именно смокинг костюм для курения для тех кто не осведомлен а на самом деле не знаю много таких или нет я просто скажу что смокинги в свое время были созданы как специально костюм для курения и и в этих костюмах для курения нельзя было появляться в общественных местах ну это примерно как не знаю сравнивать прийти в банном халате это не совсем корректно но какой же адекватным подобрать вариант примерно как прийти в спортивном костюме в кепке и таких кедах с каким взгопническим видом прийти на концерт органной музыки вас просто не поймут и скорее всего выгонят из-за того что вы не подходите под расходы ну примерно так и было папа ларда а как тебя там называть то нормально здарова спасибо что заехал я знал что ты не подведешь слушаю фрэнк организует совещание с другими боссами он забрал почти всех моих ребят в охрану так что мне некого зарядить тут на одну работенку что она а а что почему потому что ты уволил того козла эй витро другая работа подождет сначала поможешь нам с этим а в чем дело ну этот бездельник неделю не выходил на работу типа он болен полная лажа ну я его и вышвырнул а теперь ушки разозлились и грозят забастовкой надо появиться там с парой серьезных парней чтобы навели шухера придурки напугаются и думать забудут как бастовать плачу штуку баксов полтора конечно кто от таких денег откажется ну ладно делов ты стой рядом и делай морду кирпичом а стив? увидим стив вообще какой-то каменный мне на самом деле вот стив как персонаж не нравится да он не многословный да он выполняет все поручения и все такое но мне он не нравится да смутим эти уроды тупорыны хрен знает что о себе думают у меня с ними не в первый раз проблемы блин да перестелка будет 3,4,10 я-то откуда знаю какая разница я просто и что будем с ним делать все зависит от того как пустите вперед трудовые споры не надо мне чтоб вы там масти раздевали и все поняли какие вы дупли правильно вот я чуть-чуть вперед должен выйти так ни в чем проблема парни возьмите большого Джона опять на работу тут я решаю кто работает а кто нет а я вам говорю что он уволен мы просто просим взять его обратно у него семья а ему нужна работа я уже все решил ну что я говорил полегче вини мы хотим уладить все миром миром мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка а если с нами что случится он нас на хрен выкинет как Джона а ну сбавьте тон молодой человек чтоб я ни слова больше не слышал про этого дармоеда это кто тут дармоед на беднягу ящик упал когда он работал на тебя ему обе руки переломало ну так это его руки его проблема а теперь марш за работу пока у самих руки ноги целы ах ты ублюдок вы меня начинаете доставать не нужно крайностей пожалуйста убери зачем нам это я вот так не думаю и как по мне сейчас у вас большие неприятности так что если не хотите искать работу то чтобы через десять минут все были по местам видишь Вито только вопят и ноют Вито? ты же сын скалеты да? твой отец часто тебе говорил ты на него здорово похож но как ты можешь работать на этого мерзавца после того что он сделал с твоим отцом у него голос резко поменялся ххххххх не слушай его Вито пургу гонят давай пошли пургу гоню Вито этот мерзавец убил твоего отца что? они просто пытаются тебя достать дэрек эй а можно пушку убрать а? а ты спроси у него как твой отец заткнись в ту ночь мы видели как они ушли со Стивом а потом Стив вернулся один весь мокрый ну убери ствол от меня что случилось с моим отцом ты стурел что ли ты кому больше веришь мне или этим уже безработным мы с тобой давно знакомы Вита подумай об этом давай спокойно а потому что он не хотел закрой свой рот Вита ты дал клятву я там был верность семье важнее чем верность родным а почему ты это разбалтываешь мне его убить мы с ним позже разберемся Стив если ты сейчас выстрелишь я даже если ты не размажешь башку буду способен выстрелить на курок и Дерек умрет я тебя не просто разочарую Дерек итальянцы очень скорые на расправу на самом деле твой отец не сейчас я достану эту сволочь пока он не сбежал пора проучить жирному мерзавцу ну вы жесткие не важно ну в принципе это ходячий арсенал я могу вам каждому выдать стволов хорошие шансы давай вмажем жирному ублюдку так парни за мной с ума сошли парни Вита сейчас сам разберется со всей абсолютно семьей убейте Дерека и Стива оп я знаю что вот прямо возле меня находится парень вот зря он это сделал на самом деле мне бы что-нибудь поточнее на самом деле ладно давайте мы посмотрим что у нас будет точнее ладно на тебя хватит ей богу хватит что это вообще за оружие ладно я пошел вы уж извините но я пошел тридцать два патрона два сколько в шестой нет два пятый ого Вита как ты умеешь а не ожидал себе таких талантов хедшот кто-то наверху умер там уооо знаете на самом деле вот это все попахивает очень плохо я там вряд ли в кого-то адекватно попадаю извини парень так надо как минимум так надо по сюжету ну ой что бы мне тут такого сделать да я никого не вижу что ты тут делаешь куда нет по другому отлично хорошие шансы давай вмажем жирному ублюдку ага вмажем да не нужно этого делать Вита сам вишний ствол не помешает Вита сам справится старик дело говорит а ты то чего вылез сидел бы себе спокойно не тужил и был бы жив давайте вот с этими парнями вот это каскадер ему явно его явно никто дома не ждет ожидаемо парни стрелять не умеют может научим их а не попали не попали не попали не попали эй мощное оружие надо почаще с него стрелять Дерек дорогой мой ты где я хочу с тобой поговорить ты что себе думаешь смит ты решил что ты что-то да иначе делай ты прав да я именно это его замнил может быть а может и нет это у нас кто лежать, зараза мой папаша утонул а я сгорел мы разные судьбы блин отлично ладно я это сделаю я это сделаю я обещаю но в следующей серии спасибо пока